Дом Владимир Старки, ну, со временем, конечно, ну, лифт можно, конечно, поменять, наверное, но он часто ломается. Чтобы вызвать лифт в доме 18 по улице Комсомольской, жителям приходится прикладывать усилия. Машина перестала воспринимать команду с одного касания. Отремонтировать подъемник невозможно. Механический завод перестал выпускать запчасти. Судьбу подъемников решали на заседании комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС на территории округа Щелково. Выявлено многочисленные недостатки содержания и конструкции лифтового оборудования. В результате установлено, что лифт частично не соответствует общим требованиям технического регламента Таможенного союза безопасности лифтов. Со дня сдачи дома в эксплуатацию один лифт постоянно был закрыт, это с 95-го года. Постоянно приходилось писать жалобы в эксплуатирующую организацию, почему один лифт. Они не могли работать совместно. Могут не дожить до планового ремонта лифты в домах 23-24 по улице Неделина. Выпустил в 2007 году с ограниченным сроком эксплуатации завод-изготовитель. Толщина металла не соответствует заявленным. Таким образом получили лицензии для изготовления подобного рода лифтов. Большой вопрос. Ремонт лифта из-за отсутствия деталей превратился в поиск золотых пуговиц. Силами управляющей компанией ремонт затянется на годы. Из соображения безопасности все 18 лифтов на Неделиной Комсомольской комиссия признала потенциально опасными и поручила отделу развития ЖКХ направить обращение в фонд капитального ремонта Московской области включить лифты в краткосрочный план ремонта на 2019 год. Шанс, что подъемники отремонтируют за короткое время, есть. На сегодняшний день еще подрядная организация по заявлению лифтового оборудования по Московской области не определена. У нас есть шанс попасть. До прихода ремонтных бригад управляющим компаниям рекомендовали контролировать работу подъемников ежедневно. На комиссии обсудили и план мероприятия по подготовке к пожаропасному сезону. Восстановлены все информационные щиты и аншлаги по противопожарной тематике на въездах в леса с указанием телефонов 112 и санкций за нарушение правил пожарной безопасности. Также нами восстановлены все знаки, обозначенные пожарные водоемы на местности. Как отметил Евгений Петеримов, с 1 мая на территории Подмосковья вводится особый противопожарный режим, запрещается в лесах разведение костров и каких-либо мероприятий с огнем. Нарушители караются серьезными штрафами вплоть до уголовной ответственности.